Всем привет! Я недавно, в начале зимы, купил свою денточную пилу Митаба с длиной полотна 2240 мм. Естественно, у меня встал вопрос пильных полотен, потому что, сами знаете, качество родного полотна Митабовского, оно не сильно блещет. Ну и на первых порах, в принципе, она, конечно, пилит. Вот это полотно, это родное Митабовское полотно. Его толщина, по-моему, 0,5 мм. Ну, пока она новая, она, конечно, более-менее нормально пилит, и можно сказать, что даже и прямо. Хотя, если пилить без параллельного упора, просто свободно пуская деревяшку по полотну, то чувствуется, что пропил будет уходить. Это связано, видимо, с тем, что полотно, оно все-таки штампованное. Хотя чувствуется заточка, но все равно. Ну и так или иначе, мне надо было все равно покупать тонкое полотно, узкое, 6 мм, для криволинейного пила. Оно мне все равно нужно будет. И когда я посмотрел, сколько стоит родное полотно Митабовское, вот, к примеру, вот такое вот полотно, шириной 6 мм, стоит 1800 рублей. Это обычная углеродистая сталь. Цена, конечно, не очень приятная. Ну, а еще до покупки самой ленточной пилы я уже знал о таком человеке, как Александр, который сам варит вот эти вот полотна ленточные. Ну, и я решил попробовать заказать эти полотна у него. Взял, как я уже говорил, вот это полотно 6 мм шириной с зубом, 6 зубов на дюйм. Достаточно мелкий зуб, если сравнивать с родным Митабовским. Потом взял волчий зуб, так как у меня очень много березового бруса сырого, мне надо будет его попилить. И я решил попробовать вот взять эту ленту. Эта лента и эта, они из обычной углеродистой сталью. У этого еще закаленный зуб, у этого я не знаю, надо быть тоже, ничего не написано было. И они стоят 290 рублей метр. Вот это полотно с побитовой напайкой. Здесь 3 зуба на дюйм. Ширина его 12,7 и она стоит 1900 рублей метр. Я решил взять вот это полотно с побитовой напайкой, потому что, во-первых, как универсальное полотно, оно довольно-таки долго, говорят, служит, очень долго не тупится. Ну, если, естественно, грязные заготовки не пилить. Поэтому оно, говорят, достаточно прямо пилит. Из-за того, что у него ширина пропила за счет напайки достаточно, намного больше, чем толщина самой ленты. И лента так не трется об стенки пропила. Толщина этого полотна 0,64 миллиметра. Толщина этого полотна, волчий зуб, 0,56 миллиметров. Достаточно тонкое тоже полотно. Ну и давайте я сейчас попилю каждым из этих полотен, кроме вот этого. Это я не буду ставить. Ну, просто мне неохота его распаковывать и лишний раз настраивать пилу, потому что... Ну, поймите уж меня правильно, тут все равно это полотно для криволинейного пилы я покупал. И как бы смотреть, как оно будет прямо пилить или не прямо, как бы особого смысла не имеет. К тому, это углеродистое полотно. Так что я думаю, пилит оно, скорее всего, хорошо. Оно острое. В принципе, выглядит оно довольно-таки так... Хорошо, никаких заусенок от штампа здесь не видно. Так что я думаю, сомневаться в его качестве тут не приходится. А, ну и шов сварной стоит 100 рублей. Ну, он уже будет включен в полотно. Также, если порвется, к примеру, металловское полотно, ну, его можно уже будет выкидывать, ну, либо пытаться самому сварить. Если порвется какой-то из этих полотен, то, в принципе, Александр принимает эти полотна обратно, и их можно сварить за 100 рублей. Ну, естественно, плюс пересылка, и получается, что туда-обратно, здесь под 250 рублей, да плюс сварка, выходит цена практически вот этого полотна. Имеет смысл пересылать только либо очень дорогие полотна, либо большой партии, так что это понятно. Ну, что, давайте я сначала вам покажу, как пилит металловское полотно, потом покажу, как пилит волчий зуб, ну, и в конце с напайками. Брусок сухой березы, чуть больше 11 сантиметров, полотно метаба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ну это последний, я что-то там как-то в конце плохо вел. Тоже видите, все вот в таких рисках. Я натяжку давал, в принципе, как вот показывают, то есть в свободном полете по бумажке смотрел, когда меньше всего дебежит. Ну вот она при пилении, когда она начинает цепляться, она начинает как бы дергаться и вот такие риски оставляет после этого. Ну, может быть, я что-то неправильно делаю. Видите, да? Никаких таких ям нету, ну риски светятся, конечно, но я думаю, вы видите, что ямы как таковой нету. И получается в итоге, ну и короче, в итоге получается что? Качество поверхности у метабы даже получше смотрится. Но я вот, к примеру, после того, как пропиливал, я одну сторону строгал. И выходило, что мне после пропила метабы приходилось раза 3-4 прогонять эту сторону, чтобы выстрогать ее гладкую. А здесь хватало один или два раза, чтобы полностью убрать все эти риски. Потому что вот этой волны нету. Ну, сурую березу все полотна полегче пилили. Но метабы, конечно, медленнее всех. Оно, так можно сказать, упиралось. Эта поверхность после с напайками. Ну, тут, конечно, судить-то. Ну, вот при своем пилении у меня, конечно, болчий зуб очень не делал. Я удивил. Пила совершенно не чувствует заготовки. Она прям, ну, реально бежит по ней. И при этом пил очень чистый такой вот. Вот смотришь, никаких вообще, ну, я не знаю, маленькие-маленькие только риски остаются. Еле заметные. Видите, как? Очень чистый пил. И при этом полотно вообще никак не виляет, не гуляет. Очень прямо пилит. Меня, ну, я не знаю, я даже не ожидал. Очень сильно порадовало вот именно это вот полотно волчий зуб. Вообще, я покупал ленточную пилу именно из-за сырой березы. Потому что у меня ее довольно-таки много. И когда я попробовал пилить метаболским полотном сырую березу, я маленько даже, так, мальчик, подразочаровался. Думал, сейчас я намучаюсь ее пилить. Потому что довольно-таки туго идет полотно. Но после пиления волчьим зубом я сейчас вижу, что распилить всю эту березу будет, ну, довольно-таки легко. Она махом пилит. Ну, и как вывод. Во-первых, бесспорно, имеет смысл брать волчий зуб, если вы работаете с сырым деревом. Можно даже, если объемы очень большие, есть смысл взять как биометалл. Оно бывает как биометалл. Разница там стоимости не очень большая. Биометаллическое полотно стоит, по-моему, там 400 с чем-то там. Точно не помню. Ну, короче говоря, даже не в два раза дороже она выходит. Я взял углеродистую только из-за того, что у меня опыта мало. Ну, я считал сначала, что мне лучше потренироваться на углеродистом полотне попилить. А потом уже, если что, куплю себе биометаллическое. Хотя я смотрю, как оно пилит. В принципе, оно не сопротивляется. Там никаких боковых нагрузок не идет. И, я думаю, проходит оно довольно-таки долго. Что касается полотна с победитовыми напайками. Ну, пилит оно ровно. В пропиле оно не гуляет. Но, получается, что из-за того, что вот этот зуб намного толще, чем зуб на обычном полотне, по своей толщине, то получается очень агрессивный. Очень большой съем идет за один раз. И это прям ощущается. Закутовку прям прижимает к столу. А из-за того, что вкладыш у меня на пиле довольно-таки мягкий, такой он прогибается, да плюс еще там ступенька, то в начале, вы видели, да, ее начинает так постукивать по этой, дребезжать начинает. Потом, когда уже вся заготовка на стол залезет нормально, то она уже более-менее так впилит. Ну и, видимо, из-за того, что съем большой, когда она начинает цеплять и тянуть, она как бы начинает дребезжать. Вот, как бы так вот. Но при этом она пилит ровно. Ну и оно как, я его брал как универсальное полотно, скажем, я его сейчас поставлю, и оно будет в основном стоять. И буду все пилить именно им. И как универсальное оно, получается, должно довольно-таки долго ходить. Ну, в моих объемах, наверное, оно, можно сказать, наверное, лет 5 точно я, если зубья не подскалываю, оно у меня будет работать. Ну и если не лопнет. Да, ну и из-за того, что здесь съем идет очень маленький, пила практически не ощущает это полотно. Заготовка, ну, она, можно сказать, прям в лед летит, она вообще не сопротивляется. Здесь же, получается, из-за того, что съем такой вот очень большой, оно, конечно, если быстро подавать заготовку, оно и, с одной стороны, не чувствуется, что оно там упирается или как-то так вот, оно пилит довольно-таки легко. Но при этом, из очень большого количества снимаемого одновременно материала, чувствуется, что двигателя мощности уже не хватает, и он начинает останавливаться. Ну, вы сами видели, я первый раз, когда пытался очень быстро пропилить, я ее останавливал постоянно. Вот это же полотно, метабольское, его, в принципе, приходится медленно вести, потому что оно, во-первых, сопротивляется, во-вторых, оно, ну, оно начинает, если его на него, начинаешь давить и быстро его пытаться вести, он начинает вот так вот очень сильно гулять. Его, им не получается быстро пилить вообще. Ну, а на этом, наверное, все. Ссылки я оставлю в описании на группу ВКонтакте и на форум, где вы сможете найти Александра. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok